Всем привет, друзья! По многочисленным просьбам делают для вас полезное устройство с подробной инструкцией. Суть в чем? Каждый человек в домашних условиях может с легкостью это повторить. Ведь само устройство показало себя максимально эффективно и служит мне по сей день. Тем более сейчас уже открытие дачного сезона, кто-то строится, кто-то что-то ремонтирует. Так что я думаю, это будет полезно увидеть. Также в этот видеоролик я вставлю небольшую историю и покажу вам, какого помощника в домашнюю мастерскую я приобрел. Так что желаю приятного просмотра. Как всегда с вами Сергей. Давайте начинать! Сегодня, друзья, мы сделаем себе классный подарочек. Вот это. А, нет, вот она. Да, вот она, торцовочная пила. Кстати, друзья, какая есть полезная плюшка в Петровиче? Инструмент можно взять в аренду. То есть, выполняя какую-то свою задачу, после работы вы можете его вернуть обратно в магазин. Но нам надо строить дом, поэтому вот этот аппарат едет с нами. Могу сказать пару слов о этой торцовочной пиле. Я не силен в брендах, какой лучше, какой хуже. Я просто на ней, во-первых, работал, уже у другана. Ну и, во-вторых, она сопутствует моим, скажем, требованиям. Пропил доски 200 мм. Есть подсветка, лазер. Ну и плюс она сама пила довольно бюджетна. Так что это супер. Берем пилу и валим домой. А вообще, друзья, перед покупкой дорогих инструментов, я рекомендую поискать этот инструмент у своих друзей. Или у знакомых. И хотя бы поработать им недельку-вторую. Я так делал, когда выбирал себе сварочный аппарат. И так же сделал, когда подбирал торцовочную пилу. Ну и, конечно, с деревом теперь работать стало просто в кайф. Поэтому сразу делаем дополнительные плюшки под торцовочную пилу. Использовать будем доску 40 на 100. Это обрезки, которые будут служить нам верой и правдой. Для начала торцуем края. Далее размечаем 4 отрезка по 95 см. Ну и отрезаем. Еще с прошлого года я пускал слюни по торцовочной пиле. А теперь работать стало в 100 раз приятнее. Так что, если кто-то часто работает с доской, то я рекомендую приобрести себе это устройство. Далее, с каждой стороны заготовки надо задать угол в 65 градусов. Это можно сделать транспортиром или специальным угольником. В общем, делайте, как вам удобно. Отпиливал я, кстати, тоже интересным способом. Подгонял пилу по направлению реза. Сделал себе в двух местах небольшие метки. Таким образом, следующий пил я уже выставлял быстрее. Ну и делая разметку по первому образцу. Что ускоряло работу. Таким образом, получилось 4 заготовки. По краям по 65 градусов среза. Далее, нужно сделать для балки посадочное гнездо. Можно, конечно, поумничать. Взять кучу угольников, линеек. И вымерять все по миллиметрам. Но я сделал все по-домашнему. Взял просто кусок доски. Расположил в нужном мне положении. Сделал разметку и выпилил лобзиком. Сделав одну ногу, все остальные сделал просто по первому образцу. Уже можно прям конвейер запускать по производству строительных козлов. Далее, складываем в рабочее положение. И делаем сквозное отверстие на 10 миллиметров. Для соединения двух ног буду использовать шпильку 10 миллиметров. Две шайбы и две гайки. В идеале, конечно, гайки должны быть с резиновой прокладкой. Либо взять обычные и просто их законтрить. Ну, чтобы не раскручивались. Для перемычек использую доску 25 на 100. Нужно сделать три перемычки. У меня длина по 70 сантиметров. Но вы можете сделать под себя, как вам удобно. Затем отмеряю от края по 20 сантиметров. И прикручиваю. Только не забывайте, что каждая нога раскладывается в разные стороны. Также из одной доски делаем укосину. Укосина дает больше жесткости, чем если просто закрепить горизонтально. Верхняя центральная балка у меня 40 на 100. Длиной 95 сантиметров. На ней уже и будут проводиться все работы. Она съемная и быстро заменяемая. Ну и последним этапом надо стянуть ноги веревкой. Я не заморачиваюсь. Я просто стреляю с теплером. Конечно, можно еще все зачистить, все покрасить. Но это уже дело каждого. Мне главное бюджетность и работоспособность. Ну а теперь для тех, кто видит впервые эту конструкцию, то знакомьтесь. Супер универсальный складной строительный козел. В котором я до сих пор не нашел минусов. Давайте по порядку. Он легко складывается. Легко переносится и перевозится. Также легко раскладывается. И добавив небольшую столешницу, можно сразу приступать к работе. Прочный, легкий, по функционалу, все зависит от вашей фантазии. У меня и сама столешница стоит на таких двух козлах. День рождения, кстати, отмечались и за столом длиной в 4 метра. Три таких козла решают быстро эту проблему. Ставьте лайк, если вам понравился выпуск. Пишите свои мысли в комментариях. По торцовочной пиле, по козлам. Пишите свои мнения и предложения. И я надеюсь, друзья, что в этом году я смогу начать строить дом. И мы запустим проект, как блогер строит дом. Ну а чтобы не пропустить это, то подписывайтесь на канал. Добавляйтесь ко мне в друзья. Я всегда рад новым знакомствам. Еще раз спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем пока.